Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно такой же. Всего же в регионе проголосовало более 1 миллиона человек. Явка превысила 54%. Это на несколько процентов больше, чем на аналогичных выборах в 2011 году. Что же касается нарушений, то, как отметили в область Биркоми, они были, но незначительные. Наш корреспондент Валерия Макарова провела бессонную ночь, чтобы узнать последние данные. За депутатские места в Государственную Думу 7-го созыва боролись 14 политических партий. По предварительным данным, в Самарской области заметным отрывом лидирует Единая Россия. Подводя предварительные итоги, председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев подчеркнул, выборы прошли без серьезных нарушений. Достаточно спокойно, я бы сказал. Достаточно спокойно. Конечно, суды немножко нас тревожат, но основания для удовлетворения судебной инстанции не находят. Поэтому я бы охарактеризовал как достаточно спокойный день. За ходом голосования от начала и до конца мог следить и каждый избиратель по интернету. Видеонаблюдение велось более чем на 1700 участках. По информации технических специалистов, мелкие неисправности, если и возникали, то устранялись оперативно и на ход видеозаписи не повлияли. Также специалисты отметили, что по сравнению с выборами 2012 года улучшились технические системы. Мы использовали другое оборудование. Мы сделали новую инфраструктуру, более серьезную, более емкую. Мы ее будем использовать в дальнейшем на всех выборах. Отработала она по нашей оценке эффективнее, чем в прошлых выборах. Охват был чуть-чуть побольше, чем в 2012 году. Технические специалисты работали всю ночь, вплоть до подведения итогов. При возникновении спорных ситуаций они предоставляли видео с любого участка, буквально в течение получаса. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Одним из первых предварительные итоги выборов прокомментировал губернатор. Пресс-конференция главы региона началась в половине первого ночи. В это время как раз шел подсчет голосов. Данные с участков поступали в режиме онлайн. Жители Самарской области показали хорошую явку на 15% выше, чем в среднем по стране. Олег Зверев подробнее. Предварительные итоги парламентских выборов многие эксперты уже назвали успешными. И по мнению главы региона, ничего удивительного в этом нет. Уровень политической культуры в обществе в последние годы вырос, причем значительно. Пресс-конференция губернатора проходила глубоко за полночь. Информация поступала в это время в режиме онлайн. Явка в Самарской области почти вдвое превышает тот же показатель в столичных городах. И во многих регионах, где население областного центра составляет миллион и больше. По Самарской области лидируют сельские районы. Местами на избирательные участки пришли до 97% избирателей. Это для нас хорошая явка. Это самая высокая явка среди миллионников. Ну, центров миллионников, кроме Татарстана и Башкирии. Если сравнивать с крупными мегаполисами, как мы, у нас не только миллионный город, Самара – миллион двести, но и Тольятти. Если брать в тройку самых крупных агломераций входим, то результат здесь у нас получается почти в два раза выше. По мнению губернатора, нынешняя избирательная кампания была беспрецедентной в части применения грязных политтехнологий со стороны оппозиции в агитационный период. И, пожалуй, самый прозрачный и открытый во время проведения голосования. Принципиальных заявлений о значимых нарушениях нет. И самое важное наблюдение – замечаний по ходу выборов – не было даже у представителей оппозиционных партий. Что касается наблюдателей, которые были, я с ними встречался, у них принципиальных вопросов практически нет. Они отметили хорошее настроение людей, настроение такое деловое комиссии, что нет нервозности, нет какого-то недоверия кому-то, в том числе, когда они приходили, они не боялись, практически открыто все показывали, рассказывали. Что же касается результатов партии власти, они вполне предсказуемы. По данным на этот час, «Единая Россия» лидирует практически по всем одномандатным округам. Вместе с теми, кто пройдет в федеральный и областной парламенты по партийным спискам, будет сформирована работоспособная команда. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Выборы, похожие на любовные отношения, всегда остаются кто-то недовольным. Афоризм от международных наблюдателей, которые приехали в Самару из Венгрии, Италии и Германии. Эксперты признали выборы законными и даже скучными. Своим мнением они поделились с журналистами, среди которых была и Марианна Мирная. Выборы были скучными, и это хорошо. Так оценили день голосования в Самарской области международные наблюдатели. По словам итальянца Джульетто Кьеза, в Европе идет медленная политическая революция, и Россия – самая стабильная из больших стран. Внутренняя ситуация России очень важна для состояния мира вообще. Поэтому считаю, что все, что происходит здесь, в этих моментах, очень важна для международной жизни. Россия – это центр атаки Запада. Организовано, тщательно и систематично. Тем не менее, все, что я вижу и все, что я слежу, не только сегодня, вчера, но страна выдерживает, несмотря на сложные внешние условия, выдерживает солидно. Наблюдатель из Германии Юлий Жуковский высоко оценил медиаресурсы на избирательных участках. Онлайн-трансляция велась непрерывно, без перебоев, и каждый желающий мог найти на сайте интересующее место для голосования. Германия, как одно из важнейших государств Европы, имеет особую мерку, особое внимание на выборы в России. Почему? Потому что, во-первых, ставится вопрос санкций, во-вторых, ставится вопрос дальнейшего сотрудничества. Штайнмайер сейчас пытается играть в дипломатическую игру с господином Лавровым. После этих выборов, я надеюсь, игра пойдет дальше, но с позитивным исходом для России. В Израиле около 100 тысяч граждан с правом голоса на российских выборах. Все они пришли на 13 избирательных участков. Такая же картина и в других странах, где проживают россияне. Это говорит о том, что внимание к выборам в России очень пристально, и следили за ним не только избиратели, но и потенциальные деловые партнеры страны. Я считаю, что инвесторы тоже наблюдали за выборами, поскольку они хотели знать, вкладывать денежные средства в экономику России или подождать. На сегодняшний день инвесторы убедились, что в стране достаточно стабильная система политическая, никаких сюрпризов тем инвесторам, которые придут на российский рынок со стороны политической системы не угрожает. Поэтому я думаю, что это положительно повлияет и, конечно, на международные экономические отношения Российской Федерации как с зарубежными странами, так и с отдельно взятыми инвесторами. Явку на выборы наблюдатели оценили как высокую, хоть и отметили гораздо меньшую заинтересованность горожан в политической жизни страны, чем жители сел и деревень. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. Запуск ракеты-носителя самарской ракеты «Союз-ФГ», запланированной на 23 сентября, перенесен на неопределенное время. Роскосмос принял такое решение из-за замыкания одного из блоков, которое произошло в ходе контрольных испытаний. Если удастся выявить причины замыкания, блок заменят, и старт может состояться через одну-две недели. Не исключено, что неисправный корабль может быть оперативно заменен на аналогичный, и тогда запуск на МКС состоится в конце октября. 11 октября возобновятся слушания по так называемому делу блогеров. Ранее осужденные Дмитрий Бегун, Наталья Умярова и Олег Иванец подали апелляцию. Она и будет рассмотрена в Самарском властном суде. Напомним, 5 июля Бегуну было назначено 6 лет в колонии строгого режима, Умяровой 5 лет общего, Иванцу 7 лет в колонии строгого режима. Всех троих признали виновными в вымогательстве 3 миллионов рублей у директора ООО «Самарские медицинские технологии» Сергея Шатила. Сегодня в Октябрьском районе Самары произошла авария с участием пассажирского транспорта. Около 7 часов 30 минут на Новосадовой столкнулись легковушка и трамвай 18 маршрута. В результате ДТП никто не пострадал. Однако движение транспорта встало в обе стороны. По предварительной версии, виновником происшествия является водитель легкового транспорта. По факту ДТП проводится проверка. Предстоящей зимой на переправе Самары-Рождествено появятся два новых судна на воздушной подушке типа «Нептун-23». В прошлом году новое судно показало значительные преимущества в зимней навигации, повышенный комфорт и пассажировместимость. Так «Нептун-23» вмещает 21 пассажира и двух членов экипажа. Графические работы Пабло Пикассо привезут в Самару 23 сентября. Горожане смогут увидеть 105 картин «Маэстро» из частного собрания. Все представленные самарцем шедевры входят в наиболее известный цикл работ Пикассо – «Сюита-347». Основу серии составляют гравюры. Работы мастера пробудут в Самарском музее до 27 ноября. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Бурановские бабушки выступили в Самаре с новым хитом. Он может стать гимном Мундиале 2018. 300 претендентов на место в Самаре выбрали лучшего студента года. Самые веселые и находчивые живут в Казахстане. Кубок губернатора уехал из Самары. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова